Воспитанницы Центра дополнительного образования совместно с педагогом принимают участие в региональном медиапроекте «Проблок». Их задача – создать образовательный канал, на котором они будут рассказывать о своей малой родине. Участники проекта от «Эскетима» назвали себя «Сибирскими бобрами». Валерия Бджитская – автор текстов, картинки. Ее голос слышат все, кто смотрит видеоролики на новом канале. Эта работа очень интересна и легко совмещается с учебой в школе. Несмотря на то, что много времени, признается Валерия, уходит на подготовку материала. Я сама пишу тексты к видеороликам, и очень много информации из разных источников совершенно, это и книги, интернет. Очень многих вещей не знала сама, за что, ну, конечно, стыдно немножко. Но, тем не менее, сейчас как-то, скажем так, прониклись в это все, углубились и становится, правда, очень интересно. Хочется делать и делать. «Сибирские бобры» – так авторы назвали свой канал. Он туристка краеведческой направленности, создан в рамках регионального медиапроекта. Участники сначала прошли обучение, сейчас на практике применяют новые знания. Причем это новый вид творчества как для подростков, так и для руководителей. Это новая для нас работа, интересная, вместе с детьми. Мы тоже учились руководители этого проекта. Все это необычно. Во-первых, это нужно посвящать очень много времени. Прежде чем снять ролик, это провести нужно целую работу, написать сценарий этого ролика, съездить, отснять какой-то материал, потом смонтировать этот ролик, положить музыку на этот ролик. То есть работы очень много. Четыре видеоистории о городе и его жителях на канале уже появились. Подписчиков пока немного, но руководители уверены, что все еще впереди. Девиз Соскетима – это город, строящий города. Давайте разберемся, почему же именно так. Итогами этого проекта должно быть создание канала нашими детками, продвижение своего канала на ютюбе, информация туда должна выкладываться. То есть сейчас мы должны выкладывать на ютюб два ролика в неделю. Это по участию, по заданию конкурса. Цель медиапроекта – развитие творческой и интеллектуальной деятельности, продвижение краеведения через популярные источники. И как следствие, получение знаний подростками об истории родного города.